Я мыслю, а значит существую Но предпочёл бы жизнь я иную И что теперь? Открыта дверь, куда идти, что мне делать? Да ничего, не нужно бегать Тело вышло из камеры, а я Минует недели, столетия Судьба? Знаю, сегодня с ним я расстанусь Но в памяти стен навсегда останусь Чувствуя взгляд, он спину ласкает И внимает, и сжимает, и согревает Тело в шаг впереди Господи, помоги И плыву, и лечу, и теряю опору Проводи меня, мама, по коридору День у меня же кампании, но, в принципе, очень подобной деяльностью Проводительский центр «Весна» начался лучше, в 1998 году И как раз таки одним из тех, кто брал першопочатковый тяжарь працы по Смиротному покранию, была и Полина Степаненко, как человек, который работал в правооборонцем центре «Весна», как правооборонцем. И уже тым ликудяковичу ее, есть тебя дома и кейсы. Например, кейс Ивана, например, который можно лечить одним из первых, и которым начал заниматься правооборонцем центре «Весна». Это был 1998 год, уже прошло 20 лет с того часу, и правооборонцем центре «Весна» только начал свою деятельность. Простую ремную почту дана страпиу лист, написанный червоным стрыжнем, вельми-вельми дробными литерами. Это был лист сезапа в улице Володарского ад Ивана Фомина, который писал про то, что он сидит за чужую вину, что его приговорили до смиротного покарания, но он не делал того, что про него пишут. Мы занимались тогда громадско-политичными правами, основными людьми, которые затримывали подчас массовых акций, которые тогда были массовые, и, правда, было много затриманных. И этот выклик был вельми нечаканным. Мы жили в этом городе, но никогда не думали, что в центре Менска расстреливают людей. И это был инша свет в центре города, и вельми тяжко было это все усвядомить, тяжко было это все воспринять, тяжко было говорить. И был певный внутренний супротив так само. Но, сдавалось, раптом вот этот человек зарабил это. А раптом он саправды так жорстко забил, а мы будем его оборонять. Эта история, которая развивалась от 1998 года до 2012 года, в своих инфлексиях не могла поставить их кропку, и оно шлося подтверждением в 2012 году, когда нам это подтвердил начальник этого СИЗа, и в свою очередь так само стал ахвярой фактично политичных репрессий и мусю выехать за неже краины. Тут отрывалось такое замкненное коло, завершенный сюжет. В 1998 году вот такие письма к нам попадали на весну. Например, письмо от Фомина такого. Я помню его. Кстати, за чужое преступление расстрел. Да, я его хорошо знаю, молодой парень, он с группой парней таких, которые постарше его, они убили человека. И он, как самый молодой, решил взять это все на себе. Ну, а братва, как говорится, да, ты че, там все нормально, ты молодой, там, вадук ты червонец на тебе, передачки носить будем, ты во авторитете будешь. И ему дали расстрел. Я помню, минут за пять до того, как умереть, он тоже самое говорил. Какие сволочи, говорит, обманули меня. И были мои коллеги, которые ему сочувствовали искренне. И они ему раньше говорили, что ты дурачок, у тебя плохо кончится, да? Ну, братва меня спасет. Ну, братва не спасла. Наиболее складанного питания у правого человека заосьмеротное покарание неяснует. И это, правда, конечно, складанное питание. Самое важное. Тем более, что и в той час, и заработка активно представители ул. И, правда, я извертаю увагу на референдум и скажу, что наше громадство не готово, потому что большинство выступает заосьмеротное присутствие. Когда был референдум, я даже не знаю, за что я голосовала, понимаете? Потому что, наверное, когда человека не коснется, он этого никогда не поймет. И я до сих пор не могу вспомнить, за что я голосовала. То ли я за смертную, кажется, голосовала, то ли против, понимаете? Потому что, во-первых, я не знала, что это настолько жестоко, что-то не выдают родителям, что-то не говорят ни места. Это очень-очень-очень для родных это... Я даже не знаю, каким словом это назвать, понимаете? Когда мы говорим про задачи компании, то одной из первых задач это была актуализация проблемы. И тем, что 10 лет тому назад у нас достаточно много было кейсов и людей, которые приховаривались. У нас были годы, когда по 30-40 человек приховаривались, приводились в оконание смертной присуды, но это было никому не интересно. Поэтому одной из задач это была актуализация проблемы. И то, как пытание народного покарания становилось информационно интересным для громадства и для сроков массовой информации, бы хоть это позволяло бы и допомогало бы выкликать полную дискуссию в громадстве. Не секрет, что пытание народного покарания в нашей стране находится под такой завесой секретности и эмоциональной. И мы сутыкаемся с этой завесой неодноразово. Я имею в виду маленькую простую, те же случаи, когда мы первые доведались про то, что расстрелял Павел Силун и вымушены были мы поведомить его мать. Мать Силуна собралась ехать до его на встречу. Мы с ее домовались так же на встречу, что она приедет до нас после отработки на встречу с палом Силуном. Так отрывалась, что адвокат пришла, и ей сказали, что его расстреляли. Мы вымушены будем поведомить, потому что нам подавалось, что Калибина еще с этой турбопередачей в этой ежей приехала бы. Это было бы еще в складании МДЕ. И складываем такие речи говорить вопрос человеку, может быть, по телефону все штуки было как-то легче, но мы, проборонцы, вымушены были это поведомить. Это была самая тяжкая в моей работе. Вот это был действительно стресс. Когда приходит мать, падает, там бьется головой от пол, там голосом. Это было все. Вот это было. У нас убегали, и ко мне приходят родственники. Я говорю, что вы сказали на справке? Убыл по приговору. Я говорю, я повторяю то же самое. Куда он был? Я говорю, не знаю. Никто вам там ничего не скажет и не покажет. Убыл по приговору. Это спадщина. Это спадщина Советского Союза. Это вырос, который и сейчас выкарастовывается, и когда поведомляется свой аккаунт, или вот, который приводит к адвокату, в том, что человек расстрелян. Это все спадщина Советского Союза. Не только Ленины помнят, которые стоят. Не только проблемы Куропату, которые до сих пор не выражены там, и темницы вокруг этого, а это еще и самозвязанная речь. Так само еще и само Смиротное покарание. Завеса секретности вокруг Смиротного покарания. И эти инструкции от мыслов были сделаны за советским часом, для того, чтобы не показывать по ступеням масштабы репрессий, которые были, и которые, согласно законам, в этой репрессии, про расстрел, про расстрел по тылицу. И мне подается, что эта вся спадщина до сих пор застылась, и она с ней. Это парадокс, что то, что люди поделяют массовые репрессии, это одно расстрелы при Сталине, а Смиротное покарание, это иншее. И можно ушановывать ахвяры тых расстрелов, и быть за Смиротное покарание. Теперь это, саправды, парадокс свядомасти. Люди просто сами не разумеют, про что говорят. Потому что, по сути, и то, и другое, это Смиротное покарание. Пакуль Смиротное покарание истнует в грамадстве, оно может быть выкарыстанным тем лику супраць политичных оппонентов Улады. Это вядомый факт. С самого начала, одной из самых головных металл, которая бы выражала у всех возможные проблемы, это введение моратория как первый шаг, когда полная отмена. Почему, с одного боку, это может быть достаточно глобальной и вельми такой складной металл для достижения, потому что мы можем их поделять на оперативные, на головные металл, и так далее. И может варто нам замагаться за то, как бы давали телы, показывали место похоронения. Я сейчас называю складниками вопросов с мировым покаранием в нашей стране. Мне очень сложно провести параллель и сказать, каким образом можно гуманизировать вопросы с мировым покаранием. а мораторий как первый шаг, он бы выражал бы тем, кто и тем, что это не проблемы, про которые я уже сказал, и выражал бы много еще каких-либо других. Поэтому одна из главных таких металл наших, таких важных, но не самых-самых глобальных, это как раз таки ведение моратории первого крока, ну а потом это полная обмен смиротного покарания. Нашей кампании будет 10 лет, в студенте 2009 года первой началась активная кампания про оборонцев суперсмиротного покарания в Беларуси. Меня задавали вопросы, и говорили, вот вы приводите разные формы аргументов, и какие вы лечите аргумент наиболее важным, таким, важным для того, чтобы повредить на людей, на их меркование. А давайте вы примерите тогда это на себе. Пытание судовой помылки, пытание ситуации вокруг смиротного покарания, и так далее. Просто сядьте и подумайте. Постарайтесь взять трошку больше информации, чем вы владеете, сядьте, подумайте. Рационально, не эмоционально поразважайте, и вы разумеете, что смиротное покарание в нашей стране и вам особо не потребна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok